А кто ваша невеста? Ой, как здорово! Мы рады, что вы нам позвонили. Ну дайте какой-то, блин, подружите со мной. Пятница, суббота, депозит полтора миллиона. Сфигов вообще! А потому что не звонят в основном организаторе. Вот к вопросу о том, что любой зал можно переделать. Это до. Чем подкупает эта женщина? Я ушел в этот момент вообще погрустить. То есть вы понимаете, да, что это вот такое дорого-богато завайская вечеринка? Держитесь. Привет! Это канал «Как продать». Меня зовут Дмитрий Морозюк, я эксперт в продажах и ритейле. Рядом со мной Ирина Корнева, свадебный организатор. У нее самый лучший, самый большой блог по свадьбам. Привет! Привет! Казалось бы, что мы сегодня делаем вместе? Друзья, мы на студии и записываем рубрику «Краш-тест», где мы звоним в рестораны Москвы и пытаемся организовать небольшую, очень приятную, такую крафтовую свадьбу. Но со своими определенными особенностями. Условиями. Условиями. Посмотрим, как рестораны отреагируют на наш запрос. Ирина, как профессионал, выставит оценки в рамках свадебной тематики. А я, как профессионал, я, как эксперт в продажах, немножко покритикуем качество коммуникации персонала в этих ресторанах. Итак, первый звонок. Держитесь. Начнем с того, что... Давай расскажем вообще, кому мы звоним. Мы звоним на три разные площадки разного уровня. Разного уровня. Да, то есть одна площадка у нас будет среднего... Начнем с такой, с самой... Мы с какой? Среднего? Мы звоним на такой. Одна площадка среднего уровня. Хорошего уровня. Ну, такая средняя, да. Для среднего уровня свадеб. Вторая площадка у нас будет прям лакшери, прям очень дорогая площадка. И третья будет, ну, прям вот на любителя. А можно сказать, что на самой мощной и крутой площадке отмечала день рождения Анны Виктории? Ну, так не только Анна Виктория. Не только. Много кто отмечал там день рождения. Мы не можем себе пока позволить отмечать день рождения там. Но мы звоним. Вы позвонили. Мы потом запикаем. Наберите один. Для ответа с баскетным залом наберите два. 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 Не дает жить спокойно, кошатка. Неприятно. Раз и пиво, француз. На позитив. Чем приятнее нам становится, тем менее, вероятно, свадьба в этом ресторане. Трубку, видимо, ребята брать не собираются. Нет, мы просто хочется, мы послушаем немножко. У них есть, видимо, какой-то тайминг, типа, обязательно 40 секунд они должны проникнуться. Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете отмечать. Банкета там не будет у нас. Вот, ребята. Вот, ребята, вот как вы смотрите. Вот я хочу свадьбу. Я звоню в ресторан, а они просто мне не отвечают. Ну что происходит? А у нас свадьба, между прочим, в этом ресторане. А сейчас не 8 утра, заметь, да? Далеко не 8. Вообще не 8. Значит, смотрите, по нашему сценарному плану 30 гостей, которые готовы классно покуражиться в этом замечательном ресторане. Замечательным это наша пока мысль, мы там не были, не знаем. Ну не в этот раз. Слушай. Ирина, вот ты как организатор звонишь, допустим, в этот ресторан. После вот того, что они не взяли трубку, что ты делаешь дальше? Слушай, ну в нашем случае, если мы звоним в ресторан, мы звоним уже менеджерам, например, потому что мы чаще всего знаем, естественно, контакты менеджеров. Но если я звоню туда первый раз, а они не взяли трубку, ну это галочка все равно в голове. Ну как это так? Я не могу, мне вообще не кайфовало. Элементарно, даже если я хочу заказать столик. Вообще, мне кажется, это самый большой провал для, вот в любой деятельности, когда менеджер не отвечает или долго отвечает на звонки. Ну это и в продажах, и в наших свадьбах, и везде. Да и где угодно. Где угодно, да. То есть, условно, я хочу купить себе духи, да. Я звоню там в какой-нибудь интернет-магазин, я не хочу никуда ехать. И вот они мне отвечают, да, все, ты-ты-ты, все, отправили. Естественно. Кайф. Но если мы говорим про какие-то другие регионы, вот мы сейчас готовим, например, мероприятия в Грузии. Вот для того, чтобы нам узнать, узнать какое-нибудь сообщение, ну узнать что-то, да, про площадку Грузии, они нам говорят, напишите нам на почту. Мы пишем на почту, мы ждем 7 дней. Офигеть. 7 дней, ребята, слушайте, ну 21 век. Ребят, если вы хотите побольше узнать про свадьбу, обязательно посмотрите наше видео с Ириной на этом канале. Оно уже вышло. Вот здесь вот сейчас оно появится, или может быть вот здесь. Ну, короче, точно посмотрите. Мы звоним в следующий ресторан, ресторан, где, я надеюсь, нам все-таки ответят. Ответят не так долго, возможно, там не будет песни, главное, чтобы там были люди. Оставайтесь на линии, мы скоро ответим. Я начинаю за них волноваться. Нашла, но они не должны ее привести к идее. А здесь-то, конечно, релаксное настроение, типа. Все будет хорошо. Успокойся. Алло, здравствуйте, меня зовут Юля, слушаю вас. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, меня зовут, по свадьбе хотелось бы пообщаться. Дмитрий, очень приятно, вы организатор, правильно понимаю? Нет, а как вы поняли? Я просто спрашиваю. Хорошо, когда у вас планируется свадьба, на какое количество гостей? Значит, смотрите, регистрация, выездная, в другом месте, она 12 сентября. Вот, и можно 12, можно 13, можно 14, можно 15. Вот я вижу такие варианты. Пока точно не решили. В какие дни есть возможность? Так, да, хорошо, я уточню руководство по свободе дат. А на какое количество гостей? Ну, пока вот такой первичный список мы составили на 60. Хорошо, давайте сориентирую вас по условиям. Мы работаем по депозитной системе, аренды у нас нет. Пятница, суббота депозит 1,5 миллиона, в воскресенье 1,2 миллиона, в понедельник и по четверг 1 миллион. 1 миллион. Ну, 10% сервис. А сервис за что именно? Сервис – это официанты, то есть это обслуживающий персонал, который будет обслуживать ваши мероприятия. А сколько их будет, кстати, на 60 гостей? Тут уже нужно смотреть индивидуально, это все обговаривается перед мероприятием. Так давайте обговариваем. То есть обговаривается посадка, сколько будет официантов, обслуживающих персоналов, это все обсуждается индивидуально в порядке. Меню на человека от 10 тысяч, в депозит обычно входит еда, напитки, локации для фуршета, для банкета, зона для выездной регистрации и зона для фотосессии. Не входит декор и техническое оборудование, это отдельно. Просмотры у нас по предварительной записи. Могу вас к нам записать, смотреть живую локацию? Слушайте, вы просто так много всего рассказываете. Расскажи про наших гостей. Даже ничего у нас не спросили. В плане, я вас просто сориентировала по условиям, я слушаю ваши вопросы, с удовольствием на них отвечу. Да, смотрите. Значит, что включается в депозит? Вот как раз я только что перечислила. Еда, то есть фуршет плюс банкет, безалкогольные напитки. В вашем случае могут входить и алкогольные напитки в том числе, смотря что вы закажете по банкетному меню. Также в депозит входит территория частная. Вот, да, что там можно делать у вас? Банкетная зона, непосредственно банкетный зал. Зона для выездной регистрации. Ну, это не актуально. У опера. И зона для фотосессии. Это французский парк. А вот официантов можно переодеть в оранжевый? Да, вот есть такая у нас эфишенция. Мы думаем просто сделать гавайскую вечеринку. И в связи с этим, ну, думаю, по визуалу, есть ли возможность их всех переодеть? Тут тоже все обговаривается, но это тоже идет как элемент декора, если это тематика свадьбы. То есть это гримеры, да, одежда, то есть это все... Нет, ну грим-то не надо, что они там все с утра помылись, надеялись, нормально поехали. Нет, нет, это в депозит в площадки не входит. У нас одежда черно-белая, если вы переодеваете свою, то эту одежду уже вы и должны найти. Слушайте, а по времени сколько мы у вас можем находиться? Вообще вилла сдается на сутки, это уже вместе с монтажом, то есть вместе с подготовкой площадки. А если нужно продление, то можно продлить 100 тысяч в час. Слушайте, по меню вы сказали десятка на человека, если есть там гости, я не знаю, просто они доедут или нет, там из Израиля, и вот какие-то там особые пожелания для них по блюдам? Вообще, ну не обсуждается индивидуально, то есть если на кого-то это 10 тысяч человек, то если это ребенок или какой-то гость, который там кушает по-другому абсолютно, это все обсуждается. Я понял. То есть тут нужно, видите, смотреть уже именно по вашим гостям, по вашим деталям мероприятия. Все, всегда идем навстречу, всегда все обсуждаем. Окей, наверное, на сейчас... А, подождите, вы же сами не сказали по датам, что свободно. А вот мне сейчас нужно уточнить руководство, я бы вам в WhatsApp писала. Да, давайте в WhatsApp тогда. Угу, все, я сейчас продублирую условное, хорошо, и отпишусь по датам. Да, до свидания. Будут вопросы, пишите, хорошего дня. Да, и вам. Давайте я как клиент скажу. Что она, куда она понесла, мне вообще неинтересно. Давай рассказывай, что у них там входит. Я же не спросил об этом. Я ушел в этот момент вообще погрустить. Она привыкла действовать по своему вот этому скрипту. Так, значит, если звонит, спрашивает, значит, нужно сразу озвучить условия. Вообще, конечно, по-хорошему ей нужно было узнать, а кто ваши гости, откуда они приедут, а вообще, что кушают ваши гости. Но у них есть депозит, поэтому им без разницы, понимаешь, что кушают ваши гости, потому что у них есть депозит. У них есть полтора миллиона, которые должны заплатить. А что будет входить в эти полтора миллиона? Это уже дело десятое. Она, например, не сказала о том, что вот в этом французском парке, который рядом, не могут фотографироваться гости. Да, круто! То есть вы вдвоем можете. То есть я визуализировал, типа, а, какой парк. Да, вот мы там сейчас все вместе будем гулять по французскому парку. Вы вдвоем можете, а гостей нет. Если гости хотят там пофотографироваться, то это доплата, и она там достаточно приличная, доплата. Вот, ну, то есть есть вещи, которые они не говорят, они говорят уже потом, и когда ты начинаешь делать смету, там, конечно, сметы получаются достаточно высокие. Короче, ну, вот мне не понравилось то, что она начала мне по скрипту гонять. Она, кстати, начала бузить. Типа я сказал... Что я вам не сказала? Это неправильно. Слушайте, да, если ты продаешь площадку за полтора миллиона депозита, наверное, все-таки должен быть максимально вежлив. Вообще, будь как вода. Да, ну, то есть я так и не понял, что вошло в этот депозит. Я же вам сказала. Нет, ну, это неправильно. То есть я так и не понял, что вошло в депозит. Она сказала, депозит вошло заново. То есть просто вот как попку дурак повтори. Ну, вот, это логично, да, что человек не понял, хорошо, повтори еще раз. Ну, они, видишь, они привыкли... Почему первый вопрос, который, опять же, неправильное ее поведение, первый вопрос, а вы организатор? С фигом вообще. А потому что не звонят в основном организаторе. Да, ну, опять, зачем ты меня... Да, ну, почему, да, почему? Нет, я не организатор. То есть первый вопрос должен быть, вы жених или организатор? Да кто угодно может быть. Любой широкий вопрос задать, вы вообще не знаете ничего про человека. Да, кто вы. И там уже дальше... Кто вы, а кто ваша невеста? Ой, как здорово, мы рады, что вы нам позвонили. Ну, дайте какой-то, блин, подружите со мной. Да, ну, не захотелось, я чувствую подружиться. Ну, конечно, когда там Анна Виктория сидит, Киркорова, зачем простой чувак, который хочет 30-60 точнее гостей. Да, да. Что мы ставим? Слушай, ну, я бы не поставила высокий балл, потому что... Ну, точно не 5. Не точно не 5, потому что там, мне кажется, не очень опытная вот эта девочка. Она, мне кажется, немножко новичок, вот съедали скрипт. Смотри, если звонят, ты должна вот отвечать на вот такие вопросы и говорить вот такие вот вещи. Можно переодеть? Конечно, можно. Но это все вы сами-то всех переодеваете. И там началось, нет, и уже гример. Почему ты гримера вспомнила? Мерки снимать там и так далее. Ну, потому что у них мероприятие проходит так, понимаешь? У них... Да ну не волнуйся, я же звоню, другой человек. Но я, знаешь, с точки зрения клиента могу сказать. То есть у человека, когда ему начинают предлагать какие-то вещи, про которые он не знает, или которые для него... Сразу дакон. Да, у него сразу... У него ощущение, как будто его сравнивают с кем-то. То есть типа меня сравнивают, что я якобы хуже, чем вот тот вот какой-то другой клиент, который пришел и заказывал там... И загримеровал всех официантов. Короче, мне еще не понравилось. Основное же в свадебном деле это дата. Ну да, это странно, кстати, что у менеджера нет списка дата. Ну тут же, ребят, да. А как же СРМ-ка? Может вообще не имеет смысла вести диалог, потому что все эти даты заняты. Да, это ключевое. Почему обычно звонят клиенты? Дата, дата. Дата, да. Камон. Короче, я даже 4 не поставлю. 3 с плюсом. Ну да, я поставлю 4, потому что она там предложила продолжить диалог в WhatsApp. Да, кстати, она действительно не закрыла коммуникацию. Она сейчас мне что-то напишет, узнает дату, там, и т.д. Снова скинет этот шаблон условий. Да. Третий звонок. Сейчас мы звоним в самый такой ресторан, очень простой, который... Ну как очень простой, ты посмотрите фотки. Нет, он на фото, он не очень простой. Ну такой ресторан, который, ну, любители, так сказать. С претензией. Далеко не лакшери, абсолютно. Кстати, знаешь, я так давно не общалась с этим рестораном, может быть, я вижу лакшери. Чтобы стать лакшери, не могу, не нужно. Нужно поменять, нужно повесить на волю струк. Ресторан, вот это... Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Слушайте, хотелось по свадьбе поговорить. Да, пожалуйста. Когда дата, сколько гостей планируете? Смотрите, регистрация 12 сентября. Вот. Это вторник, насколько я помню. Есть далее возможность отметить... То есть мы сначала отдельно хотим зарегистрироваться, да, и потом выбираем дату. Это может быть 12-го, там, 13-го, 14-го, либо край 15-го. Тоже зависит от гостей, потому что много иногородних. Если они на буднях не смогут, ну, будем делать, там, ближе к пятнице. Ага. Сколько гостей, Дмитрий? Сколько гостей? Вот сейчас, скажем так, из полуподтвержденных 60. Ага. Влезем же? 12-е вторник. Вы расписываетесь. Да. И хотите ближе к выходным... Скорее всего, да. Да, скорее всего. Да. Ну, смотрите. На такое количество гостей плюс-минус до 100. У меня зал свободен с 16-го в субботу. Ну, с 12-го по 16-е. Угу. 17-е. Пожалуйста. Так, еще раз не понял. На ваше количество гостей, начиная с 12-го и заканчивая с 17-м у меня зал свободен. А, все, я понял. Я могу вам предложить, да. С этим разобрались. Окей. Что по условиям, расскажите? 5 тысяч рублей с человека. Плюс 10% обслуживания. Плюс 55 тысяч. Дополнительные услуги. Обязательные по договору. Это аренда светового, звукового оборудования. Экранные проекторы, телевизоры. Круглые столы, кладезные троны. Вынос торта с холодными фонтанами. Это доп. услуги. А это обязательно или можно не брать это? Что? Можно же не брать это. Ну, если диджей приедет со своим. Нет, нельзя. Это обязательно и по договору. Мы на таких условиях закрываем зал. Ага. Я понял. Что входит в 5 тысяч рублей? На ваш выбор 10 видов холодных закусок, 3 вида салатов, 2 вида горячих закусок и 2 раза мы подаем основные горячие блюда для всех гостей рыбу, мясо, гарниры, фруктовые корзины, хлеб. Алкогольные, безалкогольные спитки. Полностью ваши, без пробкового сбора. Прикольно. То есть у вас полностью накрытый шикарный стол, все напитки с собой. Так, слушайте, а там зоны какие-то пофотографироваться, там вот у нас просто такая, ну не то чтобы костюмирована, но есть желание сделать такую легкую тематическую гавайскую историю, вот. А вы вообще у нас на сайте были? Да, конечно, я же телефон там брал. А, ну мало ли. Ну то есть вы понимаете, да, что это вот такой дорого-погатый, там гавайская вечеринка, наверное, как-то там. Нет, ну не то, что прям мы полноценно, сто процентов будем гавайцами. Нет, просто вот мы там познакомились и что-то вот, ну как-то хотим связать с... Хотите как-то это связать? Да, да, как-то. Ну, смотрите, у нас есть декораторы. Можете... Можете... Нет, нет, там по декору-то помогать не надо, просто мы привезем конструкции, там, ну не мы в смысле, декораторы привезут, им надо там время какое-то замонтироваться. Кстати, мы площадку на сколько снимаем? На день. На день, ага, то есть в любое время можно приехать, ночью можно приехать, да? Ну не-не-не, секундочку, ночью я не работаю. В 10 утра можно приехать, но опять же, это все оговаривает, смотря какой день, может быть у меня накануне будет мероприятия. Я понял. Слушайте, можно ли ребят-официантов переодеть тоже в какие-то вот цвета тематические? Гайские рубашки, оранжевые шорты. Но если вы им купите такую форму, переоденьте. Ну да, просто мы там, не знаю, размеры дадите, да, и мы... Крапочки какие-то. А это все обсуждается, да, без проблем. Ага. Так, а что надо еще обсудить-то? Краб, краб. Она приехала посмотреть зал, сказать дату, заключить договор, первоначальный износ составляет 100 тысяч рублей. При заключении договора. Я понял. Так, кстати, а по меню тоже можно какое-то вот ввести новшество интересное? Что, простите, по меню? По меню, ну как-то поменять вот, поменять меню. Ну, не поменять, добавить какие-то морские блюда, может быть. Амаров. Алло, алло. Кальмаров. Пропало. Давайте закончим. А вы вообще на сайте даже были? Какая гавайская вечеринка? Вообще, чем подкупает эта женщина? Своей простотой и искренностью. Она была в шоке вообще. Выходим в гавайскую вечеринку, а при этом у нас дорого-богато. Да, вот эта фраза дорого-богато просто, когда ты говоришь про себя, это... Это очень смешно на самом деле, потому что любой зал можно переделать. Реально можно. Вот мы просто едем по регионам, ты можешь приехать в дорого-богато и сделать из этого гавайскую вечеринку при помощи света, экранов, переделать ресторан. Как и в предыдущем озвонке, мне, как клиенту, не нравится, что за меня уже все решили. Меня женили уже. За тебя все решили. Да, за тебя все решили, и тебя уже оценили как человека, который... Ну, не особо с деньгами. Денег особо у него нет. Какой гавайский стиль. Тебя уже отправили в другой ресторан, понимаешь? Вот мне кажется, этой женщине подойдет фраза еще. Вас много, я одна. Ой, слушай, мне даже так сказали. Я просто так смеялась. Ребят, ну вы чего? Вообще-то, вас много, я одна. Я сейчас хочу показать один зал, который мы переделали. То есть, это Калужская область. Вот к вопросу о том, что любой зал можно переделать. Не знаю, видно, не видно. А мы фотками потом покажем. Да, вот смотрите, это до. Это вот фото до. Это до, покажи. Это до. Ну, классика. Ну, то есть, классический. Сварельная классика. Ну, обычный ресторан, да. И вот, что мы сделали после. Охренеть. Это... Ну, к вопросу о том, что какой гавайский стиль, о чем вы. Ну, слушайте. А не было такого, что хозяин ресторана после своей подходит? Эрин, пожалуйста, а можете не убирать декор остальных? У нас знаешь, какая была интересная история? У нас было такое, что изначально хозяин ресторана и менеджеры, они с нами общались сквозь зубы. Потому что каждый раз, когда ты приезжаешь куда-то на площадку в регион, они такие... Москвичка приехала. Учить нас будешь, что ли? А потом в определенный момент... Не-не-не, в определенный момент. Мы, значит, заходит команда фотографов. Мы такие, здрасте, а вы кто? Вы знаете, а нас наняли, чтобы отфотографировать их зал. Да-да-да. Мы такие, подожди, а это не их зал, это декор просто. Если снять, зал будет другой. Еще раз говорю, посмотрите наше видео с Ириной. Где мы говорим про свадьбы, как продавать свадебные услуги, где вас могут обмануть. Ирина прям все расскажет. Да-да, все расскажет. Вдруг, ну, что у вас не было такого. Короче, что мы ставим? Ну, я опять не могу поставить четыре. Никакой четыре, о чем ты говоришь, шутишь? Здесь, ну, прям... Три за искренность. С натяжкой. За нерв, за животину вот этого. С натяжкой. Три почему? Я вот объясню. Здесь все очень просто. Во-первых, человек вообще не понимал, что за клиент. Кто я, что я? Что за клиент. То есть, когда человек говорит... Ну, вот условно, ко мне приходит человек и говорит, я хочу, чтобы у меня была свадьба в стиле космос, а у нее деревянная веранда. Я скажу, космос... Ты была сетку свою видела? Какой космос? Да. А я могу сказать, конечно, без проблем можно сделать космос, но для этого нам нужно. Свет, техничка. Слушайте, а космос? Да, космос. То-то-то-то-то. Вы можете рассказать, как вы его представляете? Да. Все по-разному представляют космос. Ну, вот троечка с натяжкой, потому что человек просто не совсем понял, с кем разговаривает и кто этот клиент. Сколько денег у этого клиента. Это может быть реально клиент, который хочет вложиться. И фишка в том, мы сейчас с Ириной сидим, наговарим уже пять минут свою рефлексию после звонка. Она не перезвонила. Да. Вот это вот интересно. Звонок случайно скинулся, да? Она не перезвонила. А зачем? Короче, она не понимает, она уже за меня все решила, меня уже женила, не знает обо мне ничего. Офигела от того, что я позвонил в этот ресторан. Что, видела? Что, видела вообще на нашу площадку? Да, да кто? Три. Три балла. Итого, из трех звонков одни не взяли. Это кол. Я прям ждала. И две троечки. Ну, у меня четверка и тройка. Я все-таки по-другому. Вот ту площадку я на четверку, потому что все-таки она попыталась продолжить коммуникацию. Да, кстати. Пока ничего не прислала. Пока не прислала. Да, но тем не менее, она хотя бы попыталась. Второй человек, ну, тут даже не перезвонил. Какие Гавайи в нашем... Да, в наших широтах. Все, друзья, это был выпуск на канале «Как порадовать» вместе с Ириной Корневой, который самый лучший свадебный блог. Подписывайтесь на нее, на меня. Пишите комменты. Если вдруг вам что-то не понравилось в этом видео, или вы считаете, что эти звонки были шикарными, напишите это в комментах. Да зачем? Пусть ничего не пишут. Все, ничего не пишите. Не, пишите, пишите, пишите. Все. Мы очень вас не любим. То количество людей, которые есть на канале Ирины, на канале моем. Это была рубрика «Краш-тест». Мы проверяли качество банкетного обслуживания в ресторанах Москвы. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok